Иван Сергеевич Соколов-Микитов. Листопадничек. Осенью, когда осыпался с деревьев золотой лист, родились у старой зайчихи на болоте три маленьких зайчонка. Называют охотники осенних зайчат листопадничками. Каждое утро смотрели зайчата, как разгуливают журавли по зеленому болоту, как учатся летать долговязые журавлята. Вот бы и мне так полетать, сказал матери самый маленький зайчонок. Не говори глупости, строго ответила старая зайчиха. Разве зайцам полагается летать? Пришла поздняя осень. Стало в лесу скучно и холодно. Стали собираться птицы к отлету в теплые страны. Кружат над болотом журавли, прощаются на всю зиму с милой зеленой родиной. Слышится зайчата? Будто это с ними прощаются журавли. Прощайте, прощайте, бедные листопаднички! Улетели в далекие страны крикливые журавли. Залегли в теплых берлогах лежебоки медведи. Свернувшись в клубочки, заснули колючие ежи. Спрятались глубокие норы, змеи. Стало еще скучнее в лесу. Заплакали листопаднички зайчата. Что-то будет с нами, замерзнем зимой на болоте. Не говорите глупости, еще строже сказала зайчиха. Разве замерзают зайцы зимой? Скоро вырастет на вас густая теплая черстка. Выпадет снег, будет нам в снегу тепло и уютно. Успокоились зайчата. Только один самый маленький листопадничек зайчонок никому покоя не дает. Оставайтесь здесь, сказал он своим братьям, а я один побегу за журавлями в теплые страны. Бежал, бежал листопадничек по лесу, прибежал к глухой лесной речке. Видит, бобры строят на речке плотину. Под крысу толстыми зубами толстое дерево, ветер подует, упадет дерево в воду. Запрудили речку, можно ходить по плотине. Скажите, дяденьки, зачем вы валите такие большие деревья? Спрашивает листопадничек бобров. Мы для того валим деревья, говорит старый бобр, чтобы заготовить на зиму корм и новую хатку поставить для наших маленьких бобряток. А тепло вашей хаткой зимой? Очень тепло, отвечает седой бобр. Пожалуйста, возьмите меня в вашу хатку, просит маленький зайчонок. Переглянулись бобр с бобрихой и говорят, взять тебя можно, наши бобрятки будут рады. Только умеешь ли ты плавать и нырять? Нет, зайцы плавать и нырять не умеют. Но я скоро у вас научусь, буду хорошо плавать и нырять. Ладно, говорит бобр, вот наша новая хатка. Она почти готова, осталось только крышу доделать. Прыгай прямо в хатку. Прыгнул листопадничек хатку, а в бобровой хатке два этажа. Внизу у воды приготовлен корм для бобряток, мягкие ивовые ветки. Наверху наслано свежее сено. В уголке на сене сладко-сладко спят пушистые бобрятки. Не успел хорошенько осмотреться зайчонок, как бобры над хаткой крышу поставили. Один бобр обглоданные палки таскает, другой замазывает крышу илом. Толстым хвостом громко пришлепывает, как штукатур лопаткой. Ходко работают бобры. Поставили бобры крышу, стало в хатке темно. Вспомнил листопадничек свое светлое гнездо, старую мать зайчиху и маленьких братьев. Убегу-ка в лес, думает листопадничек. Здесь темно, сыро, можно замерзнуть. Скоро вернулись бобры в свою хатку, отряхнулись внизу, обсушились. Но как, говорят, как ты себя чувствуешь, зажчонок? У вас все очень хорошо, говорит листопадничек, но мне нельзя здесь долго оставаться. Мне пора в лес. Что делать, говорит бобр? Если нужно, ступай. Выход из нашей хатки теперь один, под водою. Если научился хорошо плавать и нырять, пожалуйста. Сунул листопадничек лапку в холодную воду. Брррр! Ах, какая холодная вода! Уж лучше, пожалуй, у вас на всю зиму останутся. Я не хочу в воду. Ладно, оставайся, говорит бобр. Мы очень рады. Будешь у наших бобряток нянькой, будешь им корм приносить из кладовой, а мы пойдем на реку работать, деревья валить. Мы звери трудолюбивые. Остался листопадничек бобровой хатки. Проснулись бобрятки, пищат, проголодались. Целую охапку ивовых мягких веток притащил для них из кладовой листопадничек. Очень обрадовались бобрятки. Стали гладать ивовые ветки. Быстро-быстро! Зубы у бобров острые, только щепки летят. Обглодали? Опять пищат, есть просят. Намочился листопадничек, таская из кладовой тяжелые ветки. Поздно вернулись бобры. Стали прибирать свою хатку. Любят бобры чистоту и порядок. А теперь, сказали они зайчонку, пожалуйста, садись с нами кушать. Где у вас репка лежит? Спрашивает листопадничек. Нет у нас репки, отвечают бобры. Бобры ивовую и осиновую кору кушают. Отведал зайчонок бобрового кушания. Горько и показалась ему твердая ивовая кора. Эх, видно не видать ни больше сладкой репки, подумал листопадничек зайчонок. На другой день, когда ушли бобры на работу, запищали бобрята, есть просят. Побежал листопадничек кладовую, а там у норы незнакомый зверь сидит, весь мокрый, в зубах большущая рыбина. Испугался листопадничек страшного зверя. Стал изо всех сил колотить лапками в стену звать старых бобров. Услыхали бобры шум, мигом явились. Выгнал старый бобр из норы незваного гостя. — Это разбойница выдра, — сказал бобр. — Она нам делает много зла, портит и разоряет наши плотины. Только ты не робей, зайчонок. Выдра теперь не скоро покажется в нашей хатке. Я ей хороших тумаков надавал. Выгнал бобр выдру, а сам в воду. И опять остался листопадничек с бобрятами в сырой темной хатке. Много раз слышал он, как подходила хатке, принюхиваясь хитрая лисица, как бродила возле хатки злая рысь. Жадная росомаха пробовала ломать в хатку. За долгую зиму большого страху натерпелся листопадничек зайчонок. Часто вспоминал он свое теплое гнездо, старую мать зайчиху. Раз случилась на лесной речке большая беда. Ранее весною прорвала вода, построенную бобрами, большую плотину. Стала заливать хатку. Вставайте, вставайте, закричал старый бобр. Это выдра испортила нашу плотину. Бросились с низ бобрята полтых в воду, а вода все выше и выше. Подмочила зайчонку хвостик. — Плыви, зайчонок! — говорит старый бобр. — Плыви, спасайся, а то пропадешь. У листопадничка за страху хвостик дрожит. Очень боялся холодной воды робкий зайчонок. — Да что с тобой делать? — сказал старый бобр. — Садись на мой хвост, да держись крепче. Я научу тебя плавать и нырять. Уселся зайчонок на широкий бобровый хвост, крепко лапками держится. Нырнул по бру в воду, хвостом вильнул, не удержался. Как пуля вылетел, листопадничек из воды. Волей-неволей пришлось берег уплыть самому. Вышел на берег, фыркнул, встряхнулся изо всех ног на родное болото. А старая зайчиха с зайчатами спала в своем гнезде. Обрадовался листопадничек, прижался к матери. Не узнала зайчиха своего зайчонка. — Ай, ай, кто это? — Это я, — сказал листопадничек. — Я из воды. Мне холодно. Я очень озяб. Обнюхала, облизала листопадничка зайчиха, положила спать теплое гнездо. Крепко-крепко заснул возле матери в родном гнезде листопадничек. Утром собрались слушать листопадничка зайца со всего болота. Рассказал он братьям и сестрам, как бегал за журавлями в теплые страны, как жил у бобров, как научил его старый бобр плавать и нырять. С тех пор по всему лесу прослыл листопадничек самым храбрым и отчаянным зайцем.